В области Запаводка подтоплены 14 низководных мостов и 3 плотины в 10 районах. Большая вода пришла в Лысые горы, Романовку, Красноармейск и Самойловку. В результате таяния снега уровень воды в малых реках области повысился. По сообщению МЧС, сегодня стало известно о подъеме воды в реках Терса и Елань Самойловского района. Произошло подтопление 24 домов. Подъем уровня воды в домах составляет от 20 до 50 сантиметров от уровня пола. Глава региона Валерий Радаев посетил одно из затопленных мест области – село Атаев Колысогорского района. Здесь, в заложниках реки Медведица, оказались около 300 человек. Люди переправляются на другой берег с помощью лодок. Тем не менее, местные власти успели вовремя эвакуировать с тяжелобольных и завести необходимые медикаменты. Подробности у Анастасии Синичкиной. А вот тут вот домик стоял на самом бугру и его заливало по окнам. Но с тех пор уже что-то изменилось? Изменилось. Воды меньше. Жители Лысых Гор о паводках десятилетней давности вспоминают с ужасом. Сегодня, как говорится, спят спокойно. Вода до их домов не дойдет. Правда, к весне здесь готовятся заранее. В райцентре несколько низководных мостов. Они сейчас затоплены. Чтобы увидеть обстановку своими глазами, в Лысогорский район приехал Валерий Радаев. В выходной день губернатор общается с жителями и проверяет готовность местных служб к половодию. Ведь пик паводка еще не наступил. Вода должна подняться еще на несколько метров. Слава богу, угрозы пока населенным пунктам нет. То есть те места потопления, которые нам было известно заранее, они в принципе пока и случились. Еще несколько дней назад здесь можно было пройти пешком. Но сегодня из-за топления моста село Атаевка осталось отрезанным от основных дорог и райцентра. Поэтому к паводку подготовились заранее. Заблаговременно завезли продукты, медикаменты и организовали лодочные переправы. Здесь какие-то есть перебои, какие-то еще вопросы возникают. Надо оперативно все решать. Вы здесь не стесняетесь, беспокойте власть. Звоните в область, чтобы мы могли сразу реагировать. Сегодня сложная ситуация сохраняется еще в нескольких районах области. В Перелюбском, Азинском и Дергачевском. По словам сотрудников МЧС, худшие варианты затопления удалось предотвратить. В целом ситуация, кроме Перелюбского района, на сегодня она под контролем. Большой воды пока не ожидается. С учетом того, что завтра температурный режим будет все-таки нарастать. И нам очень важно как раз вот зону Пугачев, Перелюб держать на контроле на особом. Анастасия Синичкина, Алексей Новиков, Алла Хрунова, Вести, Саратов.